Это ваш первый опыт, гон автомобиля? Да. Это даже не угон был, какой-то угон. Его уже угнали, походу, раз он в таком состоянии стоял. Простой парень с деревней Перескачкой не думал, что прославится на всю область. А начиналось все невинно. 30-летний мужчина приехал в Первоуральск погулять и увидел на одной из улиц открытую семерку. С возникшим искушением сельчанин справиться не смог. Я там пощелкал, пощелкал. Я стараюсь заработать. Знаете, да? Откуда знаете, какие провода соединять надо? Да ниоткуда не знаю. Чего бы он гад потыкал, все, стартер заработал. А что вы пили накануне? Пиво. Ну, шестонки, три водки. А за руль чужой машины мужчина сел, выпив перед этим изрядное количество спиртного, забыв, что три года назад его лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Ну и в этот раз горе угонщика постигла неудача. На перекрестке Трубников-Гагарина пьяного лихача заметили сотрудники ГИБДД. Почему по их требованию он не остановился, нарушитель и сам не знает. Автоинспекторам пришлось начать погоню. На большой скорости, проехав через город Пероуральск, мы выехали на автодорогу Перим-Екатеринбург, где водитель еще больше увеличил скорость. На наши требования об остановке он никак не реагировал. Угонщик не раз выезжал на встречную полосу, поэтому полицейским пришлось открыть огонь. Инспектор Тарас Добряк несколько раз просил нарушителя остановиться, а потом начал стрелять. После предупредительного выстрела в воздух были произведены три выстрела прицельных по колесам транспортного средства. Но лихач прибавил газу. В итоге «семерка» съехала на обочину и перевернулась четыре раза. Угонщик не пострадал, его сразу же задержали. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. В настоящее время по данному факту в отделе МВД России по городу Пероуральск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 166 ПК РФ «Непромерное забладение транспортным средством без цели хищения». Тем временем хозяйка авто благодарит полицейских и вздыхает. Машина настолько разбита, что отремонтировать ее будет едва ли возможно. Женщине теперь придется копить на покупку новой машины. И вряд ли ее успокоит то, что жителю перескачки грозит немалый срок. Ведь он не только пьяным угнал автомобиль, но еще успел нарушить несколько правил дорожного движения. Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.